Оценки индекса функции сердца как целевого показателя при сепсисе. Проблема миокардиальной дисфункции в последние годы привлекла достаточно пристальное внимание многих исследователей. Так, группа исследователей из клиники МИО сообщила о том, что 64% больных с сепсисом имеют признаки миокардиальной дисфункции, такие как систолическая дисфункция левого желудочка, диастолическая дисфункция левого желудочка и систолическая дисфункция правого желудочка. Причем в процентном соотношении диастолическая дисфункция левого желудочка является наиболее многочисленной группой. Установлено множество патофизиологических факторов и механизмов повреждения миокарда при сепсисе, Таких как кардиодепрессивный эффект провоспалитных цитокинов, кардиодепрессивный эффект эндотелина, рецепторопосредованное нарушение внутриклеточного тока кальция, повышенное образование оксида азота, снижение внутриклеточного содержания глутатиона, а также оксидативный стресс, митохондриальная дисфункция, ультраструктурные нарушения и апоптос миокарда. Вероятно, есть и другие механизмы повреждения миокарда при сепсисе. Целью нашего исследования явилась оценка эффективности мер по коррекции гемодинамики под контролем показателя транспульмональной термодилюции индекса функции сердца у больных с абдоминальным сепсисом. Было обследовано 62 пациента, из которых 36 было мужчин, 26 женщин в возрасте от 22 года 90 лет. С тяжестью состояния при поступлении в АРИД по шкале АПАЧ-2 в среднем 12,5 баллов, по шкале СОФА от 3 до 14 баллов, и медианой оценки по шкале СОФА являлось 8 баллов. В течение первых 24 часов интенсивной терапии у больных начался инвазивный мониторинг гемодинамики с помощью метода транспульмональной термодилюции, с помощью модуля интегрированного в монитор. Результаты оценивались на первые, вторые и четвертые сутки с момента постановки диагноза. Корригирующие меры были направлены на поддержание среднего артериального давления на уровне 70 мм тубного столба и выше, а также индекса функции сердца, показателя которой вычисляется из соотношения сердечного индекса и индекса глобального конечного диастолического объема, выше 5,8 в минуту. Особенностью индекса функции сердца является то, что это показатель, который отражает не только общую насосную и систолическую функцию сердца, но и эффективность реализации преднагрузки, поскольку индекс глобального конечного диастолического объема является интегральным показателем заполнения камер сердца кровью. Почему значение индекса функции сердца больше 5,8? В проведенных нами ранних исследованиях, в которых мы оценили предикторную способность показателей гемодинамики в отношении риска летальности при сепсисе, только индекс функции сердца из гемодинамических показателей, только индекс функции сердца показал себя как стабильный предиктор летальности на всех этапах, на первые, вторые, четвертые сутки исследования с практически неизменным пороговым значением, как раз на уровне 5,8 в минуту. В течение первых 24 часов интенсивной терапии у больных проводились следующие коррегирующие меры. Только инфузионная терапия без применения симпатомиметиков была у 44, ну практически у 45% наблюдений. У 23,7% к инфузионной терапии потребовалось добавление применения норадреналина. И практически в 32% наблюдений, помимо инфузионной терапии и норадреналина, на вторые сутки, уже с первых суток, прошу прощения, уже с первых суток потребовалось добавление симпатомиметических натропов, адреналина и допамин в дозах для достижения натропного эффекта. В результате ко вторым суткам наблюдения индекс функции сердца был обеспечен в 61% наблюдений. Для дальнейшей целесообразности такой тактики выполнили сравнительный анализ показателей гемодинамики и исходов лечения у этих двух групп больных. Оказалось, что тяжесть состояния по шкале СОФа на вторые и на четвертые сутки у пациентов выделенных групп практически не отличалась. Однако у больных с индексом функции сердца более 5,8 к четвертым суткам определялась некоторая тенденция к снижению тяжести состояния по СОФа, чего не наблюдалось во второй группе. Уровень среднего артериального давления также на вторые и на четвертые сутки достоверно не отличался, и в обеих группах был в пределах нормальных значений. Уровень индекса общего периферического сопределения сосудов как на вторые, так и на четвертые сутки был достоверно выше в группе пациентов с индексом функции сердца менее 5,8 к минуту. А сердечный индекс, в свою очередь, был значительно, значимо выше в группе пациентов с индексом функции сердца выше 5,8 к минуту. Однако и в первой и во второй группе уровень сердечного индекса был в рамках нормальных значений. А вот индекс глобального конечного диастолического объема также был выше в группе с индексом функции сердца менее 5,8 к минуту, как на вторые, так и на четвертые сутки исследования. Проводимые коррегирующие меры характеризовались следующим образом. На вторые сутки появилась тенденция к меньшему объему инфузионной терапии у больных с индексом функции сердца менее 5,8. Однако достоверности это отличие достигло только к четвертым суткам, когда суммарная инфузия в этой группе больных стала достоверно меньше, чем в первой группе, где индекс функции сердца был более 5,8. Использование вазоактивных инотропных препаратов в группах на вторые сутки было практически одинаковым. На четвертые сутки у больных со сниженным индексом функции сердца вазоактивный инотропный индекс был достоверно выше, чем в группе с индексом функции сердца более 5,8. Инотропный индекс при разном уровне и индексе функции сердца. Инотропный индекс значимо отличался на вторые сутки, но, к сожалению, более активное использование инотропных препаратов, как мы видим, не сопровождалось нормализацией показателей индекса функции сердца у больных. На четвертые сутки межгрупповые отличия терялись, однако уровень показателей в обоих группах свидетельствует об умеренной степени инотропной поддержки. Что касаемо летальности. Уровень летальности в подгруппах существенно отличался. В группе с индексом функции сердца более 5,8 в минуту летальность составила всего 15%. В свою очередь в группе с индексом функции сердца меньше 5,8, она достигла практически 60%. Конечно, мы полагаем, что это показатель, который следует учитывать. В данной ситуации стандартная инотропная терапия оказалась недостаточно эффективной, поэтому нельзя исключить, что у больных, у которых не удается достичь нормализации индекса функции сердца с помощью стандартных симпатомиметических препаратов, могут быть показаны бета-блокаторы, левосиминдан, метаболики. Нельзя исключать целесообразности применения экстракорпоральной мембранной оксигенации. И также в нескольких работах за последний год, как сообщено было в нескольких работах за последний год, возможно применение нотриотальной баллонной контрпульсации. В заключении отметим, что мы полагаем, что индекс функций сердца интегрально характеризует функциональное состояние сердца и эффективность корригирующих мер при абдоминальном сепсисе, что дает основание использовать его оптимальный уровень для целеориентированной терапии.